Боевики с начала суток 16 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Потерь среди бойцов в СУ нет, сообщают в штабе ОТОМ. Наемники обстреляли и мирных жителей в поселке Новоалександровка, который находится в так называемой серой зоне. Неподалеку от нее, в Луганской области, побывали наши корреспонденты. Судно спостерегаем перелет миномета 20-го калибра. Досить повезло, что она вышла глубоко. И почти никаких ускорбов не нанесла. Армейские позиции под Попасной. На горизонте оккупированный Стаханов. Земля вокруг изъедена воронками. Артиллерия боевиков накрывает эту территорию постоянно. Недавно у противника была ротация. Тогда вообще стреляли очень плотно. Вчера было запрошено тишину. Мы со своей стороны дотримаемся. Днями перед тем, конечно, противник застосовывал и минометы, разных калибров и ствольную артиллерию. Успокоились, значит, обстреливают одиночными минами и реактивными гранатами. Они накрывают целой батареей. То есть, даже несмотря на объявленный режим тишины, стрелять боевики не перестали. Два звуга. И две ими не прилетели. Ну, довольно так было. Трошки чутно. Чутно. Неподалеку от этих позиций хутор Новоалександровка. Он находится в серой зоне и сегодня попал под огонь боевиков. Но проверить, если пострадавшие и нужна ли помощь, военные не могут. Не знаю. У нас серая зона. Там живут мирные люди. Там нет наших войск. Час в час заходят их. И обстреливают из хутора позиции ВСУ. Наши бойцы в это время уходят в блиндажи. Если открыть ответный огонь, можно зацепить мирных жителей. Поэтому приходится терпеть. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер. Продолжение следует...